Алексей Владимирович, вы готовы? Да, готов. Отлично, хорошо. В марте этого года в СМИ появились ваши заявления о том, что техника остановится, потому что пропал сигнал, потому что сложность с поставками. Уже прошло более полугода. Как сейчас обстоят дела с умной техникой в России? Есть ли зарубежные поставки? Нет их? Нарастили ли долю наших производителей? Опасения действительно были на март более трагичные, чем ситуация, которая прошла посевная. По многим единицам техники произошло их отключение. Джон Дир ушел. Пока телевизор работает, но при условиях отсутствия его мастера, сколько он проработает, пока непонятно. И выход из строя был. И очень много проблем с электроникой, с навигацией, с изобас. Я по-простому объясню. Многие наши слушатели не знают, как это выглядит в тракторе. У нас, допустим, самоходный опрыскатель, неважно, прицепной возьмем. Машина стоимостью 12 миллионов, со штангой, например, 30 или 36 метров. Ее, если ломается компьютерная штука, которая раскладывает штанги, которая отвечает за заправку, за установку нормы, это как сломался пульт от телевизора, и включить его нечем. Сама Дженетска пусть стоит 5-10 тысяч долларов, не такие большие деньги, но привезти ее сложно. И вот этот отказ американских и других западных компаний поставлять навигационное оборудование, приемники, автопилоты, гидроблоки и так далее, он повлиял. Повлиял на посевную сейчас и будет влиять в следующем году еще сильнее. Была приостановка подписок на сигналы коррекции, то, что нужно нам для вождения техники. То есть точность 5-15 сантиметров, то есть уже на приобретенное оборудование, поскольку понятно, где это оборудование находится. То есть если физические товары, допустим, мешок с семенами или запчасть, еще как-то можно привезти через другие страны, то вся эта подписка, все, что через спутники, через облако, через компьютерные сервисы, она очень легко отслеживается. И примерно, наверное, до конца мая вообще ничего не было. Потом потихонечку как-то начали через соседние страны их оплачивать, закупать. Жадность капиталистов победила, что называется. Они начали потихонечку это как-то принимать платежи. И начали, ну, в общем, были у нас варианты с разблокировкой оборудования, с подписками. Еще есть проблема блокировки платежей в долларах. То есть наши электронщики не могут ни в долларах ни в Китае, ни в Азию, ни в Южную Америку за товары расплатиться. Увеличились сроки оплаты и в юанях, и в рублях в Китае. И вообще, в принципе, контроль процесса оплаты очень трудоемкий. Логистика. С Китая и так было сложно. У них то ковид, то локдаун, то еще. Рейс отменяется. Тут санкции. Я пример приведу. Конкретно какая-то маленькая. Вот такая вот маленькая штучка стоимостью 300 рублей. Производится нидерландской компанией Семикондукторс. Она позволяет управлять электрическими клапанами на опрыскивателе. Если, допустим, одно предприятие только из ассоциации закупает ежегодно по 10 тысяч штук таких ключей, то по 300 рублей они, соответственно, в год тратили для производства своего большого компьютера, они потратили вот на эту маленькую штучку 3 миллиона рублей. Сейчас братья-китайцы предлагают поставку такого силового ключа за 10 тысяч штучку. Соответственно, уже нужно не 3 миллиона, а нужно 100 миллионов на то, чтобы купить такое же количество вот этих вот маленьких каких-то там транзисторов, силовых ключей и так далее. Соответственно, это все влечет за собой то, что нужно перестраивать компонентную базу, схему, плату, корпус и так далее и тому подобное. То есть вот пока на каких-то остатках еще там держимся, да, но в целом и в общем, вот, ну, как бы опасения они были не напрасны. И вот хорошо, что там где-то успеваем перестроиться, где-то успеваем перестроить логистику. Вот, ну, опять же, по силовым ключам, вот, все берутся, значит, компании привезти там через Турцию или Казахстан или Армению или еще какие-то страны, вот, берут 100% предоплаты, а потом, значит, не могут привезти. То есть деньги замораживаются и то же самое там форсунки, просток там, которые там по форсуночным отключениям обеспечивают, вот, тоже поставки закрыты. Вот, то есть первая проблема в ценах, то, что цены подскочили на комплектующие, вторая, в принципе, физическая возможность привезти товар. У нас вопрос был, какие именно, с какими запчастями больше всего происходит проблем, что наименее доступно оказалось, и это вообще возможно вести или уже никак? Ну, у нас, как это говорит, все, кто про что, а заяц про морковку, да, у нас ИКБ, электронная компонентная база, то есть процессоры, силовые ключи, вот, вся начинка, которая, ну, она, понятно, что она там, что в микроволновке, грубо говоря, что там в ракете одна и та же, да, поэтому она, поскольку двойного назначения, она вся запрещена на ВОЗ. Вот, и все схемы там через посредников, там, через третьи руки, они, вот, а, удорожают резко, вот, б, ну, просто там, и бывают недоступны. То есть посредники берутся привезти, в итоге не привозят ничего. Мы гибкие ищем, кто-то уже в Армении зарегистрировал юридисы, кто-то еще где-то, вот, ищем, вот, в Латаме контакты, там, вот, в других странах, вот, то есть как-то, ну, в конце концов, грубо говоря, процессоры, это же, там, не такие большие, то есть физические компоненты можно привезти хоть чемоданом, в конце концов, да, вот, там, 10 тысяч штук сейчас не смогли закупить, Ну, закупили, там, тысячу, например, да, там, привезли, ну, там, на апрель-май хватит, например, вот, до апреля-мая есть время еще, ну, то есть, в любом случае, вот, ситуация подстегнула, например, у нас, там, ВК Electronics, там, член ассоциации, они в марте стали участником, консорцием Изобас, вот, пять лет про него все разговаривают, разговаривают, что, вот, надо Изобас, компьютер свой, Изобас, компьютер. Вот, ну, как, разговор одно, да, производство совсем другое, вот, ситуация подстегнула, люди взяли, вложили свои деньги, вступили в этот консорциум, получили документацию, сделали уже, вот, первый образец, уже начали его тестировать, вот, то есть, в следующий год, наверное, будет уже свой компьютер, вот, так что, я думаю, что справимся потихонечку, если нам мешать не будут, то и будут помогать. Антироссийские санкции, какие-то положительные, следите еще, да, в области? Помню, что мы с вами общались, вы говорили, что «Пегас Агро» начал сотрудничать с одной из компаний. Да, 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 то есть, то, что освободили ниши, и мы получили доступ, то есть, тем, кому, скажем так, кому было проще покупать американское оборудование, там, или, там, другое западное оборудование, вот. Ну, соответственно, открылся рынок, и члены ассоциации стали поставлять на российские заводы, это первое. Вот, второе, большой плюс, то, что конечные изделия электроники, вот, ну, вот по Автопилоту в этом году, там, по Автопилотам зашли мощные, там, китайские компании, вот. Вот, но в целом, дальше, там, логика выхода на, там, информационные системы, вплоть до 1С и так далее, она китайцам недоступна, потому что, вот, им не на чем оттачивать эти решения, у них же нет крупных хозяйств, там, им сложно представить, что есть, там, группа компаний «Степь», там, с площадью, там, сотни тысяч гектаров, вот, у них 90% фермеров меньше одного гектара в Китае, вот. Вот, поэтому они, ну, не смогут предложить, вот, решения для крупных агрофирм, агрохолдингов, вот, у них, поэтому, трактора такие маленькие, вот, там, что, ну, у них немножко другие реалии, поэтому это хоть как-то нас, вот, обезопасивает от того, что мы сейчас опять вложимся в разработку, придут китайцы, вот, и, там, отожмут этот рынок. Ну, еще из положительных, вот, у нас, там, из науки, вот, мы, когда ваши вопросы получили, мы тоже с коллегами поговорили, вот, например, они, у них возникли проблемы с доступом к базам иностранных публикаций, вот, статьям, но как-то они там ищут информацию разными способами, вот, но говорят, даже есть польза, что Мишутин объявил мораторий на обязательные публикации в западных журналах, вот, то есть, если раньше у них был КПА на публикацию в западных журналах, сейчас у них такой вот КПА отменен, так что нет худа без добра. Ну, Ниша все-таки освободилась или нет? Или Ниша освободилась, но ее невозможно занять из-за сложности с поставками? Смотрите, я пример приведу, ну, тут Пепегасу рассказал, да, Ниша освободилась, там, ну, там, больше тысячи, там, компьютеров заехало на завод, да, там, из Новосибирска в Самару, вот, а до этого были, там, только Тримбл и Тиджет, а там, там, есть, например, запрос у того же Пегаса Агро, у тех же Миллиораторов, у тех же, там, там, других, то есть, вот, только, там, два члена ассоциации, которые производят сельхозтехнику, вот, готовы закупать достаточно в значительных количествах линейный сервопривод, вот, этот сервопривод производится в одной из европейских стран, вот, и он массово по всему миру применяется, вот, ну, железка стоит, там, 45 тысяч рублей, к нам вступила компания Липецкая, МПК-Созвездие, вот, спросили у нас, что им нужно, ну, к нам, как правило, приходят, спрашивают, вот, что, что производить, вот, что у вас требовано, вот, мы показали, вот, есть такой сервопривод ЛА-12, который востребован. Они его купили, начали уже, все, там, реинжиниринг, поговорили с кем-то из Минпромторга, вот, Минпромторга сказали, что они объявили, в общем, кому-то дадут денег из крупных компаний, которые будут производить тот же самый, вот, актуатор, вот, и вот этот вопрос, как бы, ну, отсутствие нормальной какой-то обратной связи, да, то есть отсутствие координации, вот, потому что, ну, сейчас они вложатся, построят, то есть освоят полностью техпроцессор, разработают документацию, перестроят линию, там, начнут их производить, вот, завтра, там, какой-нибудь крупный, там, завод, условный, там, и Телма, там, выдаст, там, 25 тысяч штук, там, вот, сделает, там, цену с поддержкой, там, Минпромторга, не 45, а 30 тысяч рублей, например, вот, и люди, ну, получается, потратят свое время и деньги зря, то есть, вот, вот, вот эта вот раскоординированность, она, конечно, ну, так вот, тоже ощутимая, то есть, можно было бы, там, собрать ассоциации, там, через членов поговорить, что есть, что не хватает, там, и так далее, ну, как-то, там, Минцифра, там, это делает, да, там, с айтишниками, у них, там, это пободрее идет, вот, а тот же Минпромторг, он такой, более закрытый, там, у них, там, есть дела поважнее наших, вот, аграрных, вот, аграрной электроники, там, вообще, у нас же, в принципе-то, по нормативке, если смотреть, у нас нет нормативных правовых актов, ни на точное земледелие, ни на точное животноводство, вот, у нас есть ведомственный проект, сахаровое и сельское хозяйство, там, недоутвержденное до конца, вот, и, вот, как бы, стихийный рынок, который, по сути, управляется поставщиками, вот, до февраля этого года, и, в основном, иностранными, вот, хотя мы делаем и курс указателей, делаем автопилоты, и можем замещать, там, систему управления СЕВом, там, и дифференцированного внесения у нас достаточно, вы знаете, прекрасно, там, вот, мы вместе проводим конференции на ЮКАГР и везде, вот, там, и всевозможные датчики, метеостанции, то есть, мы конкурируем, то есть, в принципе, то сейчас конкурируем успешно, спрос есть, но, вот, есть такая двойственность ухода вот этих иностранных компаний, они, вроде бы, ушли, но, как бы, много можно из-под полы вытащить и купить. Алексей Владимирович, вот, в марте Россельмаш предупредил, что производство комбайнов будет чуть-чуть сокращено, потому что у них есть сложности с комплектующими. Говоря об электронных продуктах, можно ли предрекать какое-то сокращение, не знаю, контрактов, приостановку деятельности, или, наоборот, увеличение продаж? Ну, вот, пример простой можно взять, как, допустим, у нас есть компания-разработчик ГНСС-систем, то есть, высокоточные антенны, которые устанавливаются, там, на морские суда и на сельхозтехнику. Вот, у них, как только, ну, были введены санкции, сразу, вот, началась нехватка компонентов. Вот, и там все, там, микросхем интерфейсов, там, кабелей, разъемов, корпусов, всего-всего-всего, процессоров. Вот, и дальше началось процессор, но пришлось менять схемотехнику уже разработанных изделий, то есть, они уже когда-то их разработали, вот, и, соответственно, всю плату полностью надо менять, начинку надо менять, корпусирование надо другое, вот, и уже с учетом доступности тех комплектующих, которые есть на рынке, которые можно купить, то есть, ну, условно говоря, купили 500 штук, полностью перестроили техпроцесс, вот, изменили какую-то, там, сделали замену компонентов, вот, но дальше это вопрос, что, ну, смогут ли они купить следующую партию этих компонентов, которые они приобрели, вот, то есть, пока смогли, да, если завтра они новые компоненты не купят, им придется опять перестраивать, вот, ну, в общем, это явно сказывается на стоимости, это явно сказывается на количестве устройств, и это явно сказывается на функционале, вот, на его характеристиках и качестве, то есть, мы вместо того, чтобы, там, ну, заниматься развитием и бежать вперед, да, мы, вот, как бы, там, затыкаем дырки, чтобы не утонуть, что называется. Что дальше? Мы победим. Нет, что может помочь вашему бизнесу, что требуется? Как государство может помочь? Ну, там, например, там, цены на высокоточную навигацию будут зависеть от стоимости выделения частот, то есть, сейчас в эту тему пошли и крупные сотовые операторы, и Мегафон, и Ростелеком, и МТС давно уже этим занимается, вот, они, кстати, у вас там в степи проводили испытания в этом году, то есть, чтобы не через спутник, а через их мощности передавать поправку на технику. Там же вопрос какой, что, вот, был технопром, например, мы разговаривали с Минцифрой региональную, вот, мы объясняем проблематику, что в поле, чтобы доставить сигнал, вот, нужно покрытие, вот, какой технологией это будет, там, вопрос, там, готовы проработать. У МТС, например, есть хорошие в Новосибирске решения, давайте сделаем хотя бы, там, какой-нибудь один регион, один район области пилотную. Ну, кстати, Новосибирск Минцифра поддержала эту идею, там, а вот другие, например, министры, они сказали, но МТС это бизнес, бизнес, они делают для кого? Для аграриев, агрария это бизнес, бизнес, а почему мы должны, там, типа, одному бизнесу, там, помогать зарабатывать для другого бизнеса? Вот, мы объясняем, что, там, в поле нет абонентов, то есть, аграрий не будет финансировать 100% строительство инфраструктуры для сотового оператора, сотовый оператор не будет из-за, там, трех устройств строить вышки, покрывать сеть, вот, то есть, государство же строит дороги, вот, государство вкладывается в инфраструктуру, вот, это инфраструктура для обеспечения продовольственной безопасности, это важный вопрос для государства, ну, как бы соглашаются, вроде бы, важный, вот, ну, вот, сошлись на том, что сначала в Новосибирской области сделаем пилот, потом придем в соседние к ним, вот, когда уже будет понятно, там, понятно механизм этой поддержки, вот. Ну, опять же, наши перспективы будут зависеть от того и продажи всей электроники и других цифровых решений, от простой вещи, будут ли у наших покупателей деньги, вот, это также зависит от пошлин, там, от политики, от цен на продукцию, вот, то есть, будут деньги, они будут вкладываться, ну, мы, в принципе, в этом году, по началу года, да, у нас там, у многих было, там, скажем так, настроение, я помню, даже вы, как на мероприятии говорили, все будет хорошо, вот, и в этом плане ваш прогноз был, все можно сказать, то есть, у нас в этом году, вот, конкретно по той компании, которую я возглавляю, могу сказать, мы в два раза нарастили выручку, да, то есть, запросов больше, потому что, вот, это, когда рентабельность была бешеная, вот, и не нужно было во что-то там вкладываться особо, да, там, вот, было все хорошо, не надо, не было стимулов к развитию, а сейчас, когда АМАФОС стоит безумных денег, вот, когда все подорожало, вот, а продукция упала, тут, ну, реально будет выживать тот, кто научится считать деньги и работать более эффективно, вот, а цифра, она все-таки, это же не покупка трактора, да, там, этот трактор стоит 20-30 миллионов, а это все стоит, там, 2 миллиона, 3 миллиона, ну, то есть, в принципе, на нашу продукцию деньги все-таки нашлись в этом году, и, вот, ну, некий был даже какая-то, некая экспрессия возникла, да, то есть, как-то даже, вот, активизировались и сами аграрии, и наши производители, сомнение, да, там, не было, 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 не было